Здравствуйте, Артур Азнаурович! Здравствуйте, Альмина! Ваша работа не на виду, но от этого она не менее важна и значима. Ваш ежедневный труд без привлечения можно назвать гарантом успешного развития растеневодства и в будущем получения хорошего урожая. Начнем с первого вопроса. Как специалисты Россельхозцентра, которым вы руководите, помогают сельхозтоваропроизводителям? Да, Альмина, вы правы. Наши специалисты оказывают, наверное, нельзя сказать, весь спектр агротехнологических услуг, но в то же время мы оказываем довольно широкий спектр услуг сельхозтоваропроизводителям, большей частью по линии семеноводства и защиты растений. То есть труд наших специалистов вносит большой вклад в получение стабильно высоких урожаев. В последнее время мы с вами наблюдаем, что невооруженным глазом видно, что погодно-климатические условия сильно поменялись от переувлажнения до засухи, там град, сильный ветер. Все это, конечно, сильно снижает урожайность сельхозкультур, посевов. И это те факторы, на которые мы воздействовать не можем. Но есть другие факторы. Это будь то выбор семян, подготовка семян к севу, своевременное проведение всего комплекса агротехнологических работ. И вот как раз в этой области мы оказываем все свои основные виды услуг. То есть это и определение пассивных качеств семян, посадочных качеств, определение всхожести фитоэкспертиза семян, определение болезней, возбудителей болезней, наличия их. И в этой связи действительно с уверенностью можно сказать, что мы вносим свой большой вклад в получение урожая. Не менее важны работы в области защиты растеневодства вашего филиала. Какую работу вы проводите в этом направлении? Да, безусловно, защита растений является одной из ключевых направлений нашей деятельности. Мало посеять хорошим семенем в оптимальные сроки, так надо еще и вовремя проводить обработки по защите посевов. В этой области наш филиал проводит фитосанитарный мониторинг на всей площади нашей республики, на всех сельхозпосевах в рамках выполнения государственного задания. Ежегодно наш филиал проводит мониторинг на площади более 384 тысяч гектар. Это такие работы, как определение вредителей, возбудителей болезней растений, период опасности, определение численности, определение превышения экономического порога вредоносности, рекомендации по использованию средств защиты растений, как химических, так и биологических. В последнее время биологические средства защиты растений набирают большую популярность в соседних регионах, в нашей республике. К сожалению, это направление пока еще не сильно развито. Да, возможно, биологические средства защиты имеют меньшую эффективность в сравнении с химическими, но следует понимать, что применение химических средств защиты растений, пестицидов, гербицидов, наносит непоправимый вред окружающей среде, ну и в том числе нашему с вами здоровью, чего лишены биологические средства защиты растений. То есть они на биологической основе и никакого вреда ни для окружающей среды, ни для вреда человека они не приносят. Поэтому это направление нашим филиалам тоже активно развивается, и мы и семинары пытаемся какие-то проводить, и там, где мы участвуем, мы этот вопрос все время озвучиваем. Ну и также, пользуясь случаем, хочется сказать, что наш филиал занимается еще и сбором тары из-под пестицидов, сбор использованной тары. В нашей республике, опять-таки, данное направление очень слабо развито, сельхозтоваропроизводители зачастую бездумно относятся к этому. И кто-то повторно их использует, что категорически запрещено. Кто-то их сбрасывает в общий мусоросборник, если можно так сказать. Кто-то просто их сжигает. Это недопустимо. И на самом деле за это предусмотрены очень серьезные санкции. А сдают вам тару? Есть и которые по правилам? Да, есть и такие сельхозтоваропроизводители, которые обращаются к нам с заявкой. На основании их заявки мы обращаемся в компанию полномоченную на сбор тары и третьего, четвертого класса опасности, к каким относится тара. И, соответственно, они уже на законных основаниях сдают тару и получают документ, что они тару сдали. А смогут ли хозяйства провести фитоэкспертизу семян и фитосанитарный мониторинг при, так скажем, мягко говоря, непростых экономических условиях? Да, безусловно, сельхозтоваропроизводители могут провести фитосанитарный мониторинг на своих сельхозугодьях. Я бы даже сказал, что они не только могут, но и должны проводить, потому что это, как мы уже с вами обговорили, и получение стабильного урожая, что, в свою очередь, ведет к благоприятным экономическим последствиям для сельхозтоваропроизводителя. Как нам известно, весь труд сельхозника направлен на получение выгоды. А насчет фитоэкспертизы семян, да, безусловно, ее тоже надо проводить. У нас в филиале фитоэкспертиза семян проводится. Проводится клубневой анализ, что касается картофеля. Но данный вид анализов у нас проводится на платной основе. А цены на сколько выросли? Или выросли они вообще? Нет, расценки у нас в сравнении с прошлым годом не выросли. Расценки нам утверждаются на федеральном уровне по северокавказскому федеральному округу. А какие новые технологии вы используете в вашей работе? В нашей работе, к сожалению, мы не можем сказать, что наша лаборатория оборудована последним словом техники. Но, тем не менее, мы, конечно, стараемся что-то новое приобретать за счет заработанных средств, за счет субсидий. К сожалению, в последнее время все не так хорошо, как хотелось бы. А чтобы было хорошо, что нужно для этого? Чтобы было хорошо, безусловно, нужно развивать внебюджетную деятельность. Насколько эта работа у вас проводится успешно? Да, действительно, мы очень плотно и очень ответственно, серьезно занимаемся развитием своей внебюджетной деятельности. Как и в любой предпринимательской деятельности, нельзя сказать, что она, безусловно, идет хорошо, либо устраивает нас. Конечно, есть те моменты, которые мы хотели бы улучшить. В любом случае, результаты всегда чуть-чуть не дотягивают, как минимум, до тех показателей, которые мы для себя ставим. Но, тем не менее, даже в разрезе других филиалов по стране, могу сказать, что наш филиал может и не на первом месте, но не на последнем, это точно. Ну, это неплохо. Наша республика маленькая, и, наверное, это хороший результат, да? Да, безусловно, это очень хороший результат. Как вы сказали, учитывая то, что у нас республика имеет достаточно скромные размеры, но при этом у нас достаточно широкий спектр внебюджетных услуг. Это начиная от механизированных работ на полях, там, будь то химпрополки, подкормки, вспашка, и заканчивая выращиванием грибов, тюльпанов. Насколько успешно? И спросом каким пользуется? Спросом, безусловно, пользуется вся наша продукция, как грибы, так и тюльпаны, так и семена пакетированные отечественных сортов, отечественной селекции. Ну, насчет успешности могу сказать, что мы ни одно из направлений оставлять не планируем. Планируем только развивать. В рамках работы с сельхозтовропроизводителем, в рамках оповещения, у нас ежеквартально выпускается весь некроз сельхозцентр, где наши специалисты пытаются осветить наиболее актуальные вопросы агрономического сезона. Он выходит 4 раза в год в конце каждого квартала. Ну, соответственно, там, осенний выпуск, это уже подготовка к озимому севу или подготовка сада к зимовке. Вся полезная информация, которая может быть полезна как для сельхозтовропроизводителя крупного, так и для огородника, дачника. А где можно приобрести? Данный журнал распространяется бесплатно в Минсельхозе, можно его получить, можно у нас получить. Также можно в электронном виде у нас на сайте его прочитать. Также здесь печатаются статьи не только наши, но и других агрономических служб региона, таких как Минсельхоз, Агрохимслужба, Аграрный институт наш тоже, бывает, печатает. Вы у себя на территории совместно с садами Корчаева-Черкесии высадили сад, да? Угу. Вот как обстоят дела? Ну, в этом году первый урожай яблок мы уже собрали. Да, мы у нас посадили одну сотку яблонь, там порядка ста деревьев. Первый урожай уже собрали, но... Насколько он успешен был? Первый урожай был достаточно неплохой, но по рекомендации, опять же, специалистов садов Ставрополя, мы первый урожай практически весь оборвали, оставили там по одному, по две, по два яблока на дереве. То есть на третий год уже мы весь урожай уже оставим на деревьях и надеемся, что соберем хороший урожай. А еще вот, что вы собираетесь по внебюджетной деятельности развивать в планах? По внебюджетной деятельности у нас в планах развитие нашей аэропонной теплицы, где мы выращиваем безвирусный картофель, мини-клубни картофеля, сорта инноватор. Ну, по договорам с сельхозтоваропроизводителями мы выращиваем и другие сорта, если под конкретного заказчика. А в домашних теплицах возможно такое? Ну, под руководством вашим? Безусловно, возможно. Такого рода аэропонные установки существуют для выращивания в домашних условиях микрозелени. И люди успешно ее выращивают. А вы не практикуете выращивание микрозелени? Мы практикуем выращивание рассада у себя в теплице, и весной вместе с семенами можно также приобрести и рассаду томатов, перца, ну и других культур. Также мы с этого года планируем, не то что планируем, уже начали проводить микологический анализ почвы. То есть здоровый урожай – это не только семена, не только болезни и вредители, это еще и почва. То есть почва как живой организм тоже нуждается в нашей заботе и соответствующем отношении. Данный анализ позволит определить как негативную микрофлору, так и полезную в почве. Ну и, соответственно, дать рекомендации, какими препаратами, какие удобрения вносить, чем и как работать. А какие у вас планы по развитию Россельхозцентра, помимо того, что вне бюджетной деятельности? Может вы участвуете в каких-то форумах, конкурсах, акциях? Ну, планов по развитию на самом деле очень много, но все упирается в финансы. Поэтому не все планы осуществимы в ближайшее время, но думаем, что со временем мы это все сделаем. На ближайшую перспективу у нас аккредитация испытательной лаборатории в системе Росаккредитации. И, возможно, расширение перечня анализов, которые мы там проводим. Ну, будь то качество зерна или определение ГМО, может быть, что-то еще. Ну, опять-таки, повторюсь, все зависит от наших финансовых возможностей. Ну и, в принципе, обстановки в нашей стране. А вот говоря об анализе вашей работы за этот год, что бы вы для себя отметили? Ну, говоря об анализе, хотелось бы, чтобы сельхозтоваропроизводители более серьезнее относились к анализу пассивных качеств семян. Это у нас проводится на бесплатной основе за счет госзадания. Бывают случаи, что сельхозтоваропроизводитель вовремя не обращается. Грубо говоря, пожалел привезти нам килограмм семян, на поле высеял, а по итогу уже к осени выясняется, что урожай не тот, который он планировал. И вот тогда начинается суета, приходят, говорят, проверьте, пожалуйста, выйдите, посмотрите. Но, к сожалению, время уже упущено, один агрономический сезон уже потерян. Артур Азнаурович, спасибо вам за беседу. Желаю вам вашей нелегкой работе, высоких результатов, реализации всех планов. Вам спасибо, Альбина, за то, что предоставили возможность с вашей площадки обратиться ко всем сельхозтоваропроизводителям, рассказать о себе. Мы открыты для всех сельхозтоваропроизводителей, вне зависимости от форм собственности, начиная с огородников, с садовников и заканчивая крупными сельхозпредприятиями. До новых встреч! Спасибо, всего доброго! До свидания!